Андрей, представься, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании? Ну, вообще, я в компании, так сказать, занимаюсь кейсами, да, по образованию, по специальности антрополог, вот, и примерно так 15 лет своей жизни я отдал работе на районах Дальнего Востока, Крайнего Севера, вот в таких вот национальных, в частности, окраинах нашей страны, вот. У нас возникает часто вопрос, как альтернатива Мексике Кубе, Гуану Сайпану, переезд и подача на убежище с кейсом Чукотский автономный округ, люди попадают из Чукотки на Аляску, ну, и дальше там уже проходит процедура АСАЛ. Часто мне озвучивают такие цены, что даже становится смешно. Расскажи, пожалуйста, вообще, как там, что там, я знаю, что ты там жил какое-то время. Ну, первая трудность, связанная с Чукоткой, это то, что на Чукотку надо попасть. Время-то какое лучше. А, значит, для того, чтобы вы могли переместиться с Чукотки куда-то еще, с теми целями, которые вы рассматриваете, вам надо попасть туда, оказаться там зимой. Вот. Но при этом добраться на ту часть Чукотки, которая вам нужна, можно только летом или осенью, ранней осенью. Причем, чтобы было понятно, на Чукотке лето наступает в июле, вот, и заканчивается в августе. Вот. А осень такая заканчивается в середине октября. То есть, в середине октября уже зима. И эта зима где-то, ну, до середины июня будет длиться. Вот. Значит, дорога достаточно простая, но дорогая. Значит, до Анаделя, ну, где-то будет примерно 160 тысяч рублей. Но Анадель – это столица Чукотского округа, но совсем не Чукотский район, который нужен. Потому что Чукотский район – это вот, а Анадель – это вот. Это расстояние примерно как, ну, чуть побольше, чем от Москвы до Казани. Раза в два. Вот. А вам нужно вот это вот место. Вот. Значит, это так называемый Чукотский район Чукотского автономного округа. Расположенный на Чукотском мысу. Вот. То есть, собственно, на Чукотском полуострове. Значит, местная авиация летает на Чукотке плохо. Нерегулярно. И, значит, навигации регулярной там сейчас нет уже довольно давно. С 92-го года. Вот. Севморпуть практически не работает. Поэтому, значит, пути простые. Да, вы можете реально добраться из Анаделя в Пивек. И проделать там примерно 3000 километров по побережью и по взгориям самостоятельно. Вот. Ну, чтобы было понятно, от станции Борнео до Северного полюса всего 850 километров. Но далеко не все выдерживают этот путь. А по Чукотке путь хуже. Потому что к полюсу ты идешь по более-менее-то в старошенному, но ровному льду. А Чукотка – это очень холодная горная страна. Это примерно как самостоятельно путешествовать в Гималаях. Андрей, вот людей интересует конкретно граница, расстояние. Вот я говорю, чтобы добраться до границы, Чукотка огромная, да? Значит, вы можете от Пивека там пешкодралом 3000 километров топать. Не факт, что вы доберетесь живым даже к точке, где смыкаются границы России и США. Да. Вот. Аналогично вы можете пытаться добраться, значит, либо от Лаврентия, либо от Проведения. Это два приграничных района, но районы там тоже большие. То есть, к точке выхода на границу тоже придется добираться, причем не только по суше, но и по морю. А море там не постоянно замерзшее. То есть, даже зимой оно разбито полыньями, льдами, торосами. Кроме этого, это все-таки полярная ночь. Скажи, пожалуйста, вот у людей интересуют расходы. Вот приехала, допустим, семья, двое детей, двое взрослых. На что им рассчитывать? Какое время они будут находиться в городе? На что им придется тратить? Деньги будут жить? Ну, собственно, это порядка 800 тысяч миллионов рублей, если в 4 человека. Это на сколько? Ну, это если вот, закладываться надо как минимум на месяц. То есть, за месяц? Потому что нерегулярная погода, да, нерегулярная погода, там, ну, например, может снег пойти, идти все вот это короткое лето. И постоянно штормовые ветры, да, в которые просто невозможно перемещаться 30-40 метров в секунду. Вот, то есть периоды хорошей погоды короткие, можно ждать месяц, даже два, даже три. Предугадать никогда? Предугадать нельзя. Мы когда переправлялись со Шпаро и с эскимосами через Берингов пролив, да, вот тут был первый опыт перехода через Берингов пролив, так сказать, такой, или из Дружбы. Вот, мы ждали погоды три недели. Вот. Просто три недели на берегу ждали, чтобы сделать вот этот бросок на 30 километров. Вот, но надо же было еще добраться до этого берега, где 30 километров бросок. И, кстати, могу сказать, что тогда этот бросок, хотя это делали очень подготовленные люди, вот, мы знаменитые экспедиции в Шпаро-Северный полюс. Вот, они не смогли пройти тогда с первого раза. То есть пересечь удалось только с третьей попытки. Я понял. То есть три месяца заняла экспедиция к этому. Да, я понял. То есть получается, что вот, допустим, максимально человек там 3-4 месяца может находиться, да? Может и 3-4 месяца находиться спокойно. На что он будет тратить такие огромные деньги на 800? Нет, значит, в этом миллионе основная часть транспортной расходы – добраться до места. А, я понял. Это будет вертолет? Это, скорее всего, будет вертолет, либо зафрактованный небольшой катер судна, либо вертолет. Потому что, ну, своим ходом вы будете добираться полгода. И сколько стоит? То есть получается, где-то 100 тысяч рублей один билет будет стоить? Да, примерно так. Вертолетная заброска. Ну, на самом деле, не совсем так. Вы можете взять целиком вертолетный рейс. На четверг это будет дешевле. То есть, примерно 300 тысяч рублей будет борт, так называемый. А альтернатива какая есть? Дешевле, если. То есть только вертолет? Нет, альтернатива – это водный транспорт. Вот. Ну, на небольшом катере. Но его еще надо найти. И потом не каждый катер пробьется, потому что идти придется против океанского течения. Северный Ледовит океан выше, а Тихий океан ниже. И это идет 40-километровая ширина река сверху вниз с перепадом в 30 метров. То есть это идти практически навстречу Ниагарскому водопаду, так если сказать. Не каждое морское судно пойдет. Не каждое пройдет, вернее. Я понял. Вот так вот если смотреть на карту, то расстояние 4,5 километра, как казалось бы. Там пройти… А, значит, 4,5 километра пройти между… Между Аляской и Чукоткой. Нет, 4,5 километра – это расстояние между Малым Диамидом и Большим Диамидом, между островом Ратманово и Малым Диамидом. Да. Вот. Поэтому проливу пройти просто нельзя. Я понял. Ни при каких обстоятельствах, значит, надо пересекать весь Беллингов пролив. Причем пересекать его надо, начиная с Чукотского моря, выходить вот сюда, да, так сказать, северо-западнее, а потом сплавляться вместе со льдами, потому что там идет дрейф льдов и дрейф воды. То есть, чтобы вам попасть на хотя бы вот сюда куда-то там в Кивалину или в Коцебу, да, вот залив Коцебу, вот сюда, вам надо делать вот такую вот дугу напрямую. Если вы тут напрямую пойдете, то вас будут ловить в море вот примерно здесь, в океане. Хорошо, если прибьет к острову Лаврендию, но, скорее всего, не прибьет. Там не замерзает или замерзает? Не замерзает. А, не замерзает. Вот люди, вот из-за чего люди хотят поехать туда? Ну, расстояние 4,5 километра, я договорюсь с лодочником, и вот меня там, я прилетел, и он у меня на следующий день не разорвется. Это плывущие с бешеной скоростью дрейфующие ледовые поля. Кроме этого, ну, я не уверен, что Багранзастава наша, которая стоит на острове Ратманово, с ракетными установками, пулеметами, с установками залпового безоткатного огня, будет рада приветствовать путешественников пешком у них на глазах. Я понял. То есть, Андрей, получается, люди ждут, да, ждут погоды, ждут транспорта. Они могут потратить, там, допустим, 300-400 тысяч на вертолет. Какие еще могут быть расходы? Скажи, пожалуйста, пациентам. Там просто надо на что-то жить, на что-то жить. Да. На чат-то Чукотке весьма дорогие продукты. Ну, так, например, килограмм баранины в хороший сезон, как в низкий сезон, будет стоить, там, от 1600 до 2500 рублей за килограмм. Вот. Оленины, как раньше было на Чукотке, сейчас очень малая, она тоже дорогая. Мясо морского зверя тоже дефицит. И моржатина, и китятина, это, ну, как благ на 100 местных. Вот. Ну, и не каждый его сможет есть. Вот. Летом достаточно, ну, дешевая рыба красная, конечно. Вот. Ну, а одним кольцом арктическим питаться, ну, тяжеловато. Там дорогой все, очень дорогой хлеб. То есть хлеб может стоить 330 рублей буханка. Дорогой алкоголь, кстати говоря. Да, алкоголь – это необходимые расходы, потому что вам нужен будет проводник, вам надо будет законтачить с местным населением. То есть просто так приехать, сказать, вот я хочу там перейти, дойдите мне там туда-сюда, ты можешь просто попасть на какой-нибудь информатор, и тебя… Да, и тебя просто отдадут в добрые руки пограничные стразы, ну, как максимум, а как минимум, просто отведут в укромное там место и поступят по анекдоту, да, для чего, говорит, геологи нужно, ну, как это же, говорит, спички, патроны. То есть получается, что… То есть если с ПИСА можно взять шкурку, то с геолога спички и патроны, да. То есть нужно будет алкоголь употреблять, это стоит денег, а… Надо будет наладить, прежде всего, контакты с местным населением. Понятно. Вот. С местным населением контактировать все-таки, конечно, приходится через, ну, совместную трапезу, скажем так, это, естественно, алкоголь. Вот. Мало того, что там серьезные ограничения на продажу в туземных районах алкоголь, это, да, его привозят большую часть нелегально, его там нелегко купить. Потом завозы редкие, да, это все кончается. Как только кончается в магазинах, у бутлегеров это стоит сильно дороже, с любыми продуктами так. Я понял. А аренды жилья? Как можно быстро там найти себе жилье? Во-первых, ну, на самом деле, в поселке Лаврентия есть, конечно, гостиница. Это такой барак, бывший дом колхозника, вот, в котором, ну, давно уже никто не останавливается, ну, только самые несчастные, командировочные. Вот. В основном там, конечно, арендуют частное жилье. Это в двухэтажных деревянных домах, ну, квартиры, просто квартиры. Да. Вот, и в одноэтажных, ну, с некоторыми элементами удобства. Вот. А, значит, цена жилья будет зависеть от того, как сложится у вас отношение с квартиродателем. А вот, кстати, сразу вопрос, а как население, ну, психологически относится к тем? Да, вообще, и чукчи, и эскимосы, и люди, и русские, которые там живут, и украинцев там, кстати, много живет очень. Да. Вот, со времен Советского Союза, это люди приветливые. Да, приветливые. Это люди приветливые, это люди доброжелательные. Вот, они любознательные, они, им интересно, что происходит на большой земле. И они очень любят людей, которые с уважением относятся к их образу жизни, к их быту, к их культуре. Вот. А не все черточки их быта и культуры легко переносить неподготовленному человеку. Но если вы, ну, нормальная чукотская квартира, она все-таки слегка пахнет рыбьим жиром, жиром морского зверя, немножко пахнет кислыми шкурами, да. Вот. Немножко пахнет табаком и пилигаром. Значит, вас угощают, ну, от души именно, потому что это деликатесные продукты, там, капальхином, квашеной моржатиной, там, квашеной рыбой, кусками китового жира с китовой кожей, да, мантаг. Так, это деликатесные продукты, они действительно, их трудно достать, они дорого стоят, их дадут специально вам, как гостю, да, но если вы их будете плохо кушать, это довольно большое оскорбление для хозяев. Вот. А хорошо их кушать, ну, у меня, например, не всегда получалось, это нужны хорошие зубы и хороший желудок. Вот. Но на этом сразу завяжутся отношения, потому что вас немножко тоже ведь будут проверять. Да. И если вы будете такой не очень хороший человек, на взгляд, то цена на квартиру поднимется очень сильно. Ну, максимально, сколько, вообще минимум и максимум. А значит, вообще максимально, максимально из нашего опыта. Значит, мы жили за 2 доллара в сутки, а наши французские партнеры жили за 150 долларов в сутки. А причем у нас квартиры были вот напротив. Ну, только разница, что у французов была трехкомнатная, а у нас двухкомнатная. Да. Вот. Цены могут сильно колебаться в зависимости от отношения. Но для установки отношения, соответственно, да, необходимо там тоже инвестиции некоторые в это отношения. Понятно. А фиксированная цена есть, допустим, в гостиницах? Нет. То есть и в гостиницах тоже нужно что-то есть, пить и нюхать? Да, в гостиницах надо есть, пить, нюхать. Дело в том, что там ведь нет туризма как такового. Абсолютно. То есть в Анадоре есть турфирмы, которые они вывозят, именно у них есть свои выкупленные квартиры, которые они сдают под туризм. Но эта цена вообще бешеная. Понятно. Эта цена бешеная. Почему? Потому что для них эти квартиры – это точка подскока. Два дня, и человек вывозят в Тундру. Чуму, пряжки там на экзотику. Вот, естественно, там проживание в чуме, понятно, там оно входит в стоимость тура. Поэтому они могут себе позволить там цены 80-90 долларов за квартиру. Ну, чтобы сэкономить, да, наверное, можно снять долларов за 100 квартир на четверых. Оптом как бы, да. Сутки. Но это будет до 100 долларов в день. Понятно. Еще вопрос. Ну, с вас не будут брать за то за электричество и за дрова. Это тоже экономия. Я понял. За уголь не будет. Андрей, чем заниматься, допустим, 2-3 месяца в ожидании своего вертолета, своего транспорта? Что люди делают? Не пить каждый день? Там есть спорт, развлечения, театры. Пить каждый день, не в водке – это вообще принято. Ну, например, полярные ночи, но делать особо нечего. Если ты не работаешь там где-то на автобуне или на котельной, да. Дринг – это такое, да, популярное увлечение. На самом деле, что летом можно гулять по тундре, гулять по лайде, по побережью океана, да. Это очень медитивное место такое. То есть, люди туда приезжают специально помедитировать. Там нет интернета, там нет мобильной связи, кроме как внутри района. Да и внутри района там только в райцентре. Поэтому тебя ничто не отвлекает. Это вот в этом плане спокойное, хорошее место. Ты будешь собирать грибы, собирать ягоды, бесконечно пить чай, прыгать с кочки на кочку. Смотреть, как по горам ходят олени. Как птицы сначала прилетят, а потом улетят. Как тундра очень быстро сначала станет зеленой, потом зацветет, а потом станет желтый, а потом белый. Вот. Все это время с неба может все время идти дождь. Такой момент тоже был. Дождь пошел сразу после снега. 15 мая пошел дождь. И кончился он 8 сентября, когда пошел снег. Нет. Вот. А чем еще можно заниматься? Ну, можно читать книги там и в Уилене, и в Лаврентии, и в Проведении есть маленькие библиотеки. Раз в неделю там можно сходить в кафе, ну, на такую, как бы, на танцевалку местную. Интернет какие-то кафе, то есть вообще нет интернета? Интернета там нет, интернет кончается в Анадоле. Я понял. Еще, Андрей, вопрос по поводу безопасности. 1200 километров до интернета ближайшего. Ребят, 1200 километров и интернет у вас был, если кому интересно. Нет, по идее можно с собой, конечно, привезти спутниковую антенну. Понятно, что на самом деле спутниковый интернет, очень лимитированная ограничена, ну, примерно как на Кубе. Он там есть, ну, где? В районном отделении полиции, да? Да, это дает полтора доллара час. Мы, кстати, готовим материалы. Они, кстати, вряд ли будут рады, если вы, ну, придете к ним початиться или там подписать в социальные сетки. Да, и причем там будет все под камеру. Развиняется. И очень большие трудности с интернетом на Кубе. Еще вопрос по поводу безопасности. Я слышал, что там дикие животные могут растерзать. Там не могут, они, собственно, Чукотка, это край, где одновременно обитают два вида медведей. Во-первых, и белый, и бурый. Причем белый медведь, тихоокеанская морфа, он такой вполне агрессивный. Тем более, сейчас они лишаются ледовых полей с этим потеплением, они голодненькие там все. Бурые медведи, там наиболее крупные, чукотские и камчатские, самая крупная популяция бурых медведей Евразии, по крайней мере. Ну, они размером как гризли примерно. Вот, плюс там к этому полярный волк, тоже самый крупный волк из всех существующих. Вот, ну и потом просто горная страна, где среднегодовая температура минус 18. Вот, причем это не параллельные идущие хребты, это система запутанных весьма среднегорных хребтов. Вот, ну, одиночке она оставляет очень мало шансов оттуда выбраться живым беспроводником. Понятно, как часто бывают нападения в городе? Вообще, в город заходят звери или нет? Ну, звери в горах живет. Не, в город, город. А, то есть, в поселок, в поселке они заходят редко, во-первых, их же отстреливают там. Понятно. Заход животного в поселок – это для жителей поселка, в принципе, праздник, потому что они его убьют и съедят, там и шкуру продадут, и желчный пузырь. Поэтому животные, конечно, остерегаются таких вещей, избегают. Но вам достаточно отойти от поселка, ну, на 8 километров. Андрей, я знаю, что есть места, где очень сильный уровень радиации. То есть, у нас есть ребята, клиенты, которые говорят, да мы сами дойдем, вот мы возьмем компас, там возьмем навигационную систему. Но по компасу на Чукотке ходить нельзя, потому что там магнитное склонение очень сильно бродит. То есть, там надо ходить только по астронавигационным приборам. По компасу ходить нельзя. И можно попасть на радиацию, да, то есть, там есть... Значит, ну, первая атомная бомба наша была сделана из урана, который принесен из Чукотских пещер, как раз района Лаврентия, куда входит Уэлен, открытым способом. То есть, пещерка, сталактиты, сталагмиты, зеки их носили, вот, умирали там через 2-3 месяца. Красивые такие урановые суры, они желтые, очень красивые такие сосульки висят. А вот Лоренские знаменитые горячие ключи, которые, там, популярное такое место отдыха, это вот здесь вот. Они как раз вытекают из этих вот урановых пещер. Ну, просто пониже, там, через 600 километров это радон, но это в нем больше 30 минут сидеть не стоит. А повыше это растворенная солевая рана. И ты никогда не знаешь, конечно, в какой источничек ты попадешь. То есть, ну, я думаю, что тот человек, который пойдет с тобой, проводник, я думаю... Нет, в сопровождении, конечно, в сопровождении Чукотка, это... Ну, я бы не сказал, что это безопасное место совсем, да, оно, конечно, опасное. Там надо, ну, одежду, подготовочку, какую-то экипировку, да, хороших проводников обязательно, хороших проводников. Вот, тогда это, ну, не более опасно, чем, допустим, по Тибету путешествовать. Еще вопрос. А в одиночку это совершенно смертельный трюк, то есть, даже для очень подготовленного путешественника. Многие погибают, самодеятельные туристы. Я понял. Ну, а как вообще часто народ приезжает туда с определенными целями, там, в том числе? Ну, вообще, практически. По нашей тематике вообще практически не ездят туда. Вот. Там же дело в чем, там вполне себе развита контрабанда. Ну, это целиком занятие местного населения, потому что родственники живут с обеих сторон пролива. Да. И у эскимосов, и у чукчей. Мало кто знает, что в 27-м году довольно большая группа чукчей ушла на Аляску. И с тех пор они там живут, они спокойно, так сказать, брачуются, да, обмениваются там, пушниновообмен на патроны, там, да, качуют туда-сюда золото, качуют туда-сюда даже снегоходы, там, в Ямахе. Вот. Но это исключительно их местный внутренний бизнес. Понятно. В который постороннего они запустят в бизнес вообще, конечно, никогда не запустят, а вот в эти маршруты они постороннего запускают только за очень приличные деньги, конечно. Ну, а примерно сколько? Ну, ценник начинается там с трех тысяч долларов за человека. Не считая расходов, ребята, которые... Это вот именно за то, что тебя переведут, да, за то, что тебя переведут, не бросят, где-то посерединке, не уедут, да, то есть не оставят на верную смерть. За то, что тебя доставят, ну, за то, что тебя будут, естественно, каким-то образом обслуживать на этом маршруте. Потому что, ну, вряд ли кто-то умеет самостоятельно там нартами управлять или на льду, ну, хотя бы примус даже разжечь. Примерно сколько по времени займет? Ну, при удаче это 2-3 дня при удаче. То есть, грубо говоря, ты там 2-3 месяца ждешь вертолета, вертолет, если тебе повезло, то, допустим, сразу и будет, да, то есть ты летишь до какого города? Ну, не до города, ты из города летишь. До поселка? Ну, значит, сначала надо добраться хотя бы до поселка Лаврентья или поселка Проведение, до одного из двух райцентров. И уже оттуда, еще плюс 2-3 дня, ты уже... Оттуда, оттуда до побережья, до мест выхода, это все-таки еще тоже, так вполне себе, ну, либо там на Буране, либо на упляжке, либо на лыжах, это тоже несколько дней это там. Понятно. Ну, от Лаврентья до Елена, если пешком добираться, это 4 дня. Я понял, ну, я так думаю, что... Вот, ну, нет, ну, то есть это же райцентр, а вокруг тоже есть поселки, они просто поменьше. Андрей, скажи, ну, вот что-нибудь позитивное, вот, из силуэта. Ну, позитивно, во-первых, там красиво. Так. Вот, такое вполне уникальное место, то есть многие туда идут просто получить удовольствие посмотреть, да, действительно интересные места, очень необычные, суровые, но красивые. Сияние полярное можно посмотреть. Здоровая пища. Непривычное, но здоровое. Интересные обычаи. Мужественные люди. Очень редко болеет народ инфекционными заболеваниями. Очень чистый воздух. Ну, драйв, конечно, потому что даже просто переместиться, допустим, 20 километров по побережью туда и обратно, все равно надо будет, до того маршрута, надо будет совершать, конечно, прогулочки, тренироваться, потому что приучать организм дышать в более разреженном воздухе, да, легкие приучать, ножки приучать к тому, что ты все время ходишь по сильно пересеченной местности. Там в основном приходится не ходить, а прыгать, перепрыгивать. Вот, то есть это дает хорошую физическую подготовку, да, безусловно. Понятно. Чтобы попасть на Чукотку, я знаю, что там есть трудности. А значит, это погранзона. Прежде всего, первое, это погранзона. Значит, вы прилетаете в Анадырь, в Анадырь можно прилететь спокойно. В Анадыре надо, что надо идти в местное управление погранслужбы и говорить, я вот хочу, например, в пограничные районы, а Иловаленкийский и Провиденский районы – это погранзона целиком. И вас, естественно, тут же спросят, а цель вашего визита? Если вы приезжаете как турист, вы должны приехать с турфирмой. И турфирма уже там за свои деньги договариваются с погранцами, как там вас оформить. Если вы просто приезжаете, грубо говоря, нелегалом, вас с наслаждением оттуда депортируют очень быстро, потому что посторонние люди там сразу на виду, населения там мало. Работы у пограничников тоже мало, достижений у них немного. Поэтому отправить вас назад за ваш счет – это для них просто удовольствие. Удовольствие и хорошая галочка в постужном списке. Я понял. Второй вариант, конечно, вы можете сделать вид, что вы из Анадыря добираетесь куда-нибудь в поселок Угольные копии, а на самом деле там ломануться через Анадырское Нагорье, пересекая вот тут вот, вот тут вот пересекая, так сказать, Чукотское Нагорье, пересекая, выйти вот сюда вот, в залив Лаврентия. В принципе, если вы это сделаете, вы сможете потом спокойно водить маршрутные туры, там, какая-нибудь Зимняя Камчатка, там, или там, на помер бескислородных баллонов. Ну, это… Это драйв. Да, это подтвердит вашу высокую квалификацию, конечно. Понятно. Ребят, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции. До свидания. Пока.